По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия при храме Рождества Христова начался новый учебный год на церковно-певческих и регенских курсах. Состоялось вступительное прослушивание и собеседование, в ходе которого задавались вопросы о уровне церковной жизни, большое внимание уделялось певческим умениям и воцерковленности человека. Это что вы спели сейчас? Это тропа. Так что не спослал Господь? Не спослал Дух Святой и Дух. Что значит уловлей Вселенную? Такое слово. Молчил понимать. Скажите, что такое по успении мира не оставила Еси? Как вы такое понимаете? Что по смерти, как говорится, подставилось, она не оставила Мир. Как это можно понять? Что она сейчас же находится Семеном. И она среди умерших или среди живых. Живых. Значит, жизнь жительствует, смерть повреждена, жизнь за гробом абсолютно реальна. И сама смерть после ее смерти Христа не стала называться смертью, она стала называться успением. И мы молимся не за умерших ужас или за смерть принявших, мы молимся за усопших рабов до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Когда он придет, все находящиеся в гробах услышат глаз именно Божий. Учиться пришли слушатели и с музыкальным образованием, и без него, те, кто имеет опыт клиросного пения и прихожаней храмов, которые захотели учиться петь и славить Господа. Ожидание у меня, знаете, профессионально, во-первых, получить навыки пения на клиросе, в хоре, потому что у меня есть музыкальное образование. Я понимаю уровень, но то, что я сейчас услышала и эту беседу, и те вопросы, которые нам батюшка задавал, я поняла, что это просто высший пилотаж, к которому можно просто... такой шанс выпадает, мне кажется, только один раз. На прослушивание приехали даже дружными семьями. Волнительно, у меня опыта ни в выступлении, ничего нет. Вообще атмосфера великолепная, с таким серьезным подходом ко всему академическим, это просто внушает хорошей надеждой. Среди поступающих на регинское дело были и выпускники церковно-певческих курсов прошлых лет. Но, как и тогда, для них этот день был волнительным. Очень сильно волнительно было, если так сказать, ничего не сказать. Мы очень переживали, но спели, с прошлых курсов что-то в голове осталось. Может и не все, конечно, как желалось бы, но, слава Богу. Переживали все. Я уже что-то думала, что я как-то прислушиваю, что я сейчас и голос, и у меня и сердце выходит еще. Я уже, если на выйти, готовила тропарю, я могу погродиться делать. Ну, давайте, да, да, пожалуйста. Пожалуйста. Благословен на тишинах и благословен плод чрева Твоего. Я, Госпаса, родилась и душ наших, в лесу родилась елочка. Ничего, ну давайте, да, да, да. Но слава, пышник Богу, на земле благоволенье. Церковное пение объединяет людей, даруя особое чувство соборной молитвы, обогащая душу каждого. Занятия на церковно-певческих курсах помогут слушателям понять и полюбить богослужение. Пожелаем им в этом успехов и помощи Божией пройти этот курс обучения и научиться славить Господа. Христос посреди нас и есть и будет!